Я хочу рассказать вам об одной идее, которая, на мой взгляд, может улучшить мир вокруг нас. Я хочу рассказать об идее созидательных обществ активного взаимодействия, СААВ. Дело в том, что наше общество в настоящий момент похоже на шахматиста, который сидит за шахматами, а шахмат на доске уже нет. Мы над чем-то думаем, но о чем думаем, непонятно. Мы говорим, я подумаю, я напишу план, концепцию и так далее. В это время есть полным-полно общества, есть полным-полно уязвимостей. Таких как, например, мы не делаем собственных мультфильмов. Нам необходимо решать вопрос, как воспитывать созидательное поколение новое. И самое главное, что мы проигрываем экономическую войну, это видно по курсу доллара. Вот, и если мы как бы такие задумчивые шахматисты, то весь мир на самом деле это как хоккей. Современный бизнес, современная экономика, современная культура. Это высокие скорости, это достаточно жесткая иногда грубая игра. И самое главное, что это бескомпромиссное противостояние. Если мы делаем, не делаем мультфильмы, то наших детей воспитают мультфильмы из Японии, России, Соединенных Штатов Америки, Европы и так далее. Своего медийного продукта у нас нет. То же самое можем сказать, что образование безнадежно устарело. И вот нам необходимы СААВЫ. СААВЫ это созидательное общество активного взаимодействия. Это как хоккейные команды. Дело в том, что, ну, например, меня очень сильно волнуют вопросы анимации, вопросы воспитания детей. Моего товарища Олега Тетерятника волнуют вопросы музыки. И вот созидательное общество активного взаимодействия, это на самом деле фанаты, которые, ну, можно сказать, готовы биться за свою идею и менять ситуацию в лучшую сторону. Как это реализуется? А люди в СААВах объединяют свои человеческие, временные, финансовые, технические, технологические ресурсы для достижения четко поставленной цели. Например, у нас цель, нам необходимо вывести, создать новую украинскую анимацию, создать конкурентоспособный продукт как внутри страны, так и за ее пределами. Или, например, мы должны воспитать созидательное поколение, которое будет делать айфоны, будет делать, шить одежду, которую мы будем носить и таким образом мы не будем ничего покупать за рубежом. И вот так вот. И значит, мы что делаем? Мы, первое, что мы делаем, мы находим 20-30 человек, которые готовы сражаться за эту идею. Ну ладно, если не 20-30, то хотя бы 5-7. Что делают эти люди? Эти люди объединяют свои, в первую очередь, финансовые ресурсы. И в первую очередь финансовые ресурсы тратятся на то, чтобы нанять одного менеджера, который будет постоянно двигать идею вперед. Например, то есть, если мы проводим параллельно с такими командами, этот человек постоянно находится на льду. Он постоянно быстро перемещается, двигается. И самое важное, что он не дает заснуть вот тем людям, которые его финансируют и которые в настоящий момент на хоккейном языке находятся на скамейке запасных. Люди, которые находятся на скамейке запасных, должны быть готовы к тому, что они будут постоянно контактировать с этим человеком. И с криками бонзай, с криками бонзай, они готовы подключаться для того, чтобы решать проблему, которую решает их капитан, который в настоящий момент ездит по полю. Вот, эти люди очень динамично встречаются где-то 3-5 раз в неделю для того, чтобы обсудить какие-то вопросы. Обсудить и самое главное выстроить четкие действия. Которые необходимо сделать. Но центральный игрок, менеджер Саава, он всегда только делает, что думает об этом, думает как улучшить коммуникации. Ну, в общем, тут я должен сказать много различных красивых слов, но я не буду этого делать. Вот. Примеры Саавов, это, например, художники на горе Манмартр, которые, что? Которые импрессионисты, которые собирались в кафе каждый вечер, они рисовали, по вечерам собирались в кафешки, там изрядно напивались, дрались, обсуждали какие-то свои картины. Но самое важное, что они двигали идею импрессионизма вопреки неравнодушному, а обществу с устаревшим мышлением. В настоящий момент нашему обществу тоже нужно новое мышление. Поэтому я считаю, что необходимо создавать Саавы. Кроме того, мы таким образом формируем четкое гражданское общество, потому что, например, такой телеканал, как или радиостанция, как BBC, финансируется самими британцами. А, допустим, в Британии есть, я просто когда летел в Лондон, я общался с человеком, который летел в фан-клуб второй лиги команды, которая играет во второй лиге. Так вот, этот человек рассказывал, что весь район финансирует данную команду. Они знают, что в соседнем подъезде живет Джон, который Джон полузащитник, и они все приходят болеть за него. Я думаю, что в нашем обществе мы должны, по сути, сплотиться для решения таких необходимых нам задач. И в настоящий момент я решил, что вместе с товарищами мы будем создавать Саавы, Созидательное общество активного взаимодействия. И не то, что решил, а мы уже это создаем. И первые четыре Саава, которые нас очень сильно интересуют и очень сильно волнуют, это вопросы анимации, вопросы развития квадрообщества, вопросы воспитания Созидательного поколения. Вот, чтобы дети в 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, 11, 12 могли уже создавать конкретные продукты, например, в сфере медиа или любые продукты в сфере экономики и были конкурентоспособными ребятами. И четвертое, четвертое это музыка. Анимация, квадрообщество, дети и музыка. Вот, поэтому я предлагаю вам присоединяться к этой идее, создавать Саавы. Саавы это, по сути, такие Созидательные общины. Отличие в том, от коммерческих предприятий в том, что это достаточно прозрачный проект. И, по сути, это такое община или акционерное общество по Созиданию. Вот, ну что ж, за это и выпьем какао. Вот, всего вам доброго. Доброго, я Лыков Владимир, вы можете найти меня в фейсбуке. Спасибо.